Мой доклад посвящен проблеме разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Эта проблема, на самом деле, одна из важных и интересных в истории математики. Этой проблемой занимались наиболее выдающиеся и даже гениальные математики. Квадратные уравнения умели уже решать тем способом, который нам известен в школе, математики древнего Вавиона. Также квадратные уравнения умели решать математики древней Греции, правда, геометрическим способом, с помощью геометрических построений. Но фактически тем же способом, что нам известно со школы. Кубические уравнения существенно продвинулись в решении кубических уравнений арабские математики. Они их решали с помощью конических течений. Но как и арабские математики, так и математики эпохи Возрождения придавали большое значение проблеме нахождения формулы для решения уравнений высших степеней, в том числе кубических уравнений. Об этом говорят высказывания выдающегося поэта Амар Хаяма, ученого, и также Лука Пачоли, который являлся выдающимся математиком своего времени. Впервые уравнение третьей степени, кубические уравнения были решены профессором Болонского университета Сепиона Дельферра. Правда, он свое решение не опубликовал, как было принято в то время, а рассказал своему коллеге Фиоре и родственнику, а вернее зятю Нави. Фиоре использовал полученные знания, способы решения кубических уравнений в математических диспутах, которые в то время были достаточно популярны. И вот в 1535 году состоялся диспут между Фиори и талантливым математиком Николой Тартали. Фиори предложил Тартали почти все задачи, так или иначе связанные с решением кубических уравнений. В то время считал, что не существует способа для решения кубических уравнений. Когда Тартали узнал, что Фиори обладает способом решения кубических уравнений, он за короткий срок, буквально за две недели, смог найти этот способ. И за два часа решил все задачи, которые были предложены ему Фиори. Примерно в это же время выдающийся ученый Джераламо Кардана пишет свою монументальную книгу по алгебре и арифметике. Он узнает, что Тартали владеет способом решения кубических уравнений. Он очень захотел приукрасить свою книгу методом решения кубических уравнений. Он долго уговаривает Тартали о том, чтобы он ему рассказал, как решаются кубические уравнения. И после долгих уговоров Тартали ему рассказывает способ решения, правда, с тем условием, что Кардана никогда не публикует формулу для решения кубических уравнений. Но Кардана вместе с своим учеником Фиори едет в город Балони и от родственников, которые позволяют Кардана просмотреть бумаги, оставшиеся после цепиона Дельфьера. И вот благодаря этому Кардан узнает способ решения кубических уравнений, который в свое время открыл цепиона Дельфьера. После этого он считал возможным для себя опубликовать метод решения кубических уравнений в своем трактате. И вот в 1545 году выходит трактат Джаралама Кардана, в котором представлены впервые как решения уравнения четвертой степени, так и уравнения третьей степени. Уравнение четвертой степени решил ученик Кардана, а когда-то его слуга Луджи Феррари. После того, как Кардана выпустил свою книгу, возник спор между Карданой и Тартали. Это известный спор, я на нем останавливаться не буду. Я хотел бы порекомендовать литературу, где можно прочитать про историю решения уравнения третьей и четвертой степени. Особенно могу рекомендовать книгу, которые буквально несколько лет вышли о переводе книги Джаралама Кардана о моей жизни. Это титульный лист великого искусства Джаралама Кардана. Также здесь интересно высказано Феликса Клейна об этой книге. Теперь перейдем непосредственно к кубическим уравнениям. Поскольку рассказываю про проблему разрешимости уравнений в радикалах, невозможно обойтись без формул и некоторых выводов. Я хочу сразу сказать, что многие выводы я буду опускать ввиду ограниченности во времени. Фактически многие известные способы решения кубических уравнений основаны на сопоставлении уравнения кубического и торжества 2. Если мы эти два уравнения 1 сопоставим с торжеством 2, то легко заметить, что если мы в качестве а и b подберем такие числа, что минус 3а в кубе равно p, а минус а в кубе минус b в кубе равно q, то а плюс b является решением уравнения 1. Исходя из соотношения для а и b, мы можем легко получить, чему равно а в кубе и b в кубе, и отсюда уже можно достаточно быстро получить формулу Кардана, которая приведена на слайде синим цветом. С кубическим уравнением, как и с уравнением любой степени, связано такое понятие, как дискриминант. Определение дискриминанта кубического уравнения представлено на слайде. Как и в случае квадратных уравнений, зная дискриминант, мы можем получить некоторую информацию о корнях. Соответствующая теорема, приведенная на слайде, следует из метода решения кубических уравнений, которое было приведено на предыдущих слайдах. То есть это можно вывести, исходя из тех результатов, которые были приведены на предыдущих слайдах. В частности, если дискриминант больше нуля, то все корни являются вещественными. Если дискриминант меньше нуля, то кубическое уравнение с вещественными коэффициентами имеет только один вещественный корень. А если он равен нулю, то, конечно, будут совпадающие корни. Это сразу следует из определения дискриминанта. Далее я хотел продемонстрировать тот тезис, что на самом деле формула кардана на практике, как правило, неприменима. То есть если формула для решения квадратных уравнений очень полезна для нахождения корней, то формула кардана в принципе неприменима для большинства случаев. Например, мы рассмотрим уравнение, которое приведено на слайде, подставим коэффициент в это уравнение формулу кардана, и в качестве корня мы получим выражение, которое представлено на слайде. В данном случае мы рассматриваем случай, когда дискриминант отрицателен, то есть случай, когда кубическое уравнение имеет только один вещественный корень. С другой стороны, легко понять, что корнем рассматриваемого уравнения является двойка. Получается, двойка равняется вот такому сложному радикальному выражению. и сразу можно и не догадаться об этом. Можно рассмотреть другой пример, из которого видно, что отнерка является корнем рассматриваемого уравнения. У этого уравнения также будет только один корень, поскольку у него дискриминант отрицателен. Но, с другой стороны, по формуле кардана мы не получим отнерка. Мы получим достаточно сложное, возможно, интересное, красивое и рациональное выражение, которое равняется отнерке. Но все-таки хотелось использовать формулу кардана с точки зрения практического использования, то есть получать более компактные и простые ответы. И вот так, как оказалось, Кумер в 1881 году опубликовал результат, согласно которому формула кардана рациональный ответ выдает в рациональном виде в очень частных случаях, то есть для специальных кубических уравнений, которые представлены на слайде. В остальных случаях формула кардана рациональный ответ отдает в сложных радикальных выражениях. Если рассмотреть случай, когда дискриминант больше нуля, это так называемый неприводимый случай, то в этом случае ситуация еще более безнадежная, как показывают примеры 1 и 2. То есть, например, в примере 2 мы можем заранее знать, что корнями кубического уравнения является корни минус 3, 2, 1, а по формуле кардана мы их не получим, мы получим радикальное выражение, в котором присутствуют мнимости, то есть извлечение корней из отрицательных чисел. Естественный вопрос, который волновал математиков на протяжении многих столетий, он заключается в следующем. Если у нас есть неразложимый кубический, неразложимый многочлен третьей степени, у которого дискриминант положительный, то есть у которого все корни, все три корня являются вещественными, то можно ли корни этого уравнения выразить через вещественные радикалы? То есть представить радикальное выражение, в котором отсутствуют мнимости, то есть извлечение корней квадратных из отрицательных чисел. На этом слайде представлены основные этапы решения этой проблемы. Вьет в свое время предложил использовать для решения кубических уравнений элементарные тригиметрические функции. В данном случае он предложил использовать функции косинуса. В неприводимом случае Лебниц в одном из писем предложил, в неприводимом случае использовать разложение бесконечно степенной ряд кубических радикалов, которые входят в формулу кардана. Эту идею Лебниц полностью удалось реализовать двум математикам. Это Франсуа Николь и Клюро. Надо сказать, что метод Лебница, он на самом деле присутствует не во всех учебниках 19-го века, я уж не говорю о 20-х веках, в учебниках по высшей алгебре. Но, тем не менее, в книге «Алгебра» 1934 года Николая Чубачевского этот метод исчерпывающе изложен. Наконец, в 1890 году итальянец Маламе впервые показал, что в неприводимом случае мнимости они возникают неизбежно, то есть от них никак не избавиться. На этом слайде представлена современная форма записи теорем. В частности, через год Гюльдер доказал более общую теорему, чем теорема Маламе, то есть он распространил ее на уравнение, эту теорему на уравнение произвольных степеней Отто Гюльдер. Все эти теоремы доказываются с помощью теории Гула. На этом слайде представлен метод Виета. То есть Виет предложил в неприводимом случае использовать не операцию излечения корня, а использовать функцию косинуса. Я кратко изложу этот метод. Мы рассматриваем первое уравнение кубическое уравнение, это номер под пунктом 1, у которого дискриминант положителен, и рассматриваем подстановку 2. По действиям этой подстановки у нас уравнение 1 преобразуется в уравнение 3, а если использовать торжество 4, то исходное уравнение 1 преобразуется в уравнение 5, из которого несложно найти углы и тем самым выписать все решения. Надо сказать, что использование элементарных процедентных функций для кубических уравнений это достаточно интересная идея, которая нашла свое развитие во второй половине 19 века. Шарли Эрмит, например, для уравнения пятой степени использовал так называемые модулярно-эллиптические функции. А для уравнения высших степеней Феликс Клейн, в том числе российские математики, такие как Лахтин и Некрасов, они использовали так называемые гипергеометрические ряды, и это направление на самом деле развивается и сейчас, но оно, так сказать, своими корнями уходит в метод, предложенный Винетом. Вот на этом слайде представлен пример решения кубического уравнения при вводимом случае. То есть с помощью указанной подстановки мы можем достаточно быстро найти все его три вещественных корня, но если к этому уравнению применить формулу кардана, то мы получим выражение 5, из которого непонятно, какие корни у нас будут у сходного уравнения. В частности, из теории Маламе следует, что кое-сус 40 градусов мы никогда не сможем выразить через вещественные радикалы. То есть мы его можем выразить только в форме 5. С помощью вещественных радикалов это, в принципе, невозможно сделать. Далее, конечно, нельзя обойти тему решения уравнения четвертой степени. Существует множество способов решения уравнения четвертой степени. Я изложу только один, который принадлежит Феррари. Метод Феррари основан на идее дополнения дополненных квадратов. Этот метод изложен на представленном слайде. То есть мы уравнение 1 представляем в эквивалентной форме записи 2, где y — это произвольно-вещественное число. Далее мы квадратичный трехчлен, стоящий в правой части равенства 2, добиваемся того, чтобы этот квадратичный трехчлен был полным квадратом. Для этого необходимо и достаточно, чтобы дискриминант у этого квадратичного трехчлена был равен нулю. То есть y должно удовлетворять равенство 3. Но в итоге наше уравнение 1 преобразуется к форме 4. И таким образом исходное уравнение четвертой степени сводится к решению двухквадратных уравнений. И, исходя из решения этих двухквадратных уравнений, мы получаем окончательный ответ. На самом деле существует множество способов решения уравнений четвертой степени. О некоторых из них я чуть попозже расскажу. Как мы видели, комплексные числа неизбежно возникают при изучении проблемы разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Впервые комплексные числа, исторически, они появились в книжке Джералама Кардана «Великое искусство». Там он рассмотрел задачу, которая приводит к квадратному уравнению с отрицательным дискриминантом. И в качестве решения этой задачи он осмелился и взял комплексные числа, которые формально подходят под решение задачи, но которые, исходя из условий, не имеют смысла. То есть комплексные числа в данном случае он рассматривал в своей работе как казус, некий казус, но систематически их не стал изучать. Впервые систематически изучил комплексные числа Рафаэля Бамбели. О жизни Рафаэля Бамбели, к сожалению, неизвестно так много, даже неизвестно, в каком университете он учился. Но тем не менее известно, что он был инженером, осушал болото. И вот у него был перерыв в его работе. Он указан на слайде. Три года. И вот в этот период вынужденного безделья он начал писать свой монументальный труд алгебры в пяти книгах. Первые три книги были опубликованы в год его смерти, в 1572 году. Остальные две книги были найдены в начале XX века и опубликованы в 1929 году. На данном слайде представлен титульный лист книжки Бамбели «Алгебра». В первой книге Бамбели строят фактически аксиматически через свойства комплексные числа. Вот здесь воспроизведена фактически часть текста из книжки Бамбели. То есть он здесь задает правил умножения мнимых единичек, мимые единицы. Вторая книга посвящена алгебраическим уравнениям первых четырех уравнений, первых четырех степеней. И в частности, во второй книге он объясняет неприводимый случай. Неприводимый случай Бамбели объясняет следующим образом. В формуле Кардана при излечении кубических корней необходимо брать взаимосопряженные комплексные числа. При их суммировании мнимость исчезает и остается вещественное число, которое является коронем исходного уравнения. Это правда объяснение, но никак не способ обойти неприводимый случай. Он объяснял неприводимый случай именно так, как указано на слайде. Также важную роль в понимании природы комплексных чисел сыграла основная теорема алгебры. Основная теорема алгебры впервые была сформулирована Жераром и Декартом следующим образом. Всякое гибраическое уравнение может иметь столько корней, какова его степень. Если действительных корней нет, то недостающие корни можно себе вообразить. Это означает, что вообще говоря, воображаемые корни не ограничивались для математиков того времени только комплексными числами. Подразумевалось, что могут быть еще какие-то воображаемые числа. Например, Лебнец предполагал, что для того, чтобы разложить многочлен на линейные множители, недостаточно только комплексных чисел. Как указано на этом слайде, он раскладывал их в четвертый плюс А в четвертый. Исходя из этого равенства, которое он получил, он пришел к выводу, что комплексных чисел недостаточно для того, чтобы в качестве их брать все корни всех вещественных алгебраических многочленов. Но, тем не менее, в 40-х годах XVIII века Макуарен и Эллер впервые сформулировали основную теорему Эллера в современном виде, как она указана на слайде. Основные этапы доказательства теоремы Эллер представлены на данном слайде. Впервые основные теоремы алгебры почти в одно и то же время доказал Эллер в своем мемуарии исследования воображаемых корнях уравнений. Причем его доказательство фактически являлось алгебраическим, за исключением того факта, что многочинение четной степени всегда имеет хотя бы один корень. В основном там были много интересных идей из алгебры. И, примерно, в то же время Даламбер доказал также основную теорему алгебры, но она была чисто аналитическим, это доказательство. Доказательство Эллера существенно упростил, вернее, пробелы в доказательстве Эллера устранил Агранж, а затем существенно упростил Лаплас. Именно форму Лапласа это доказательство приводится во многих учебниках, в том числе в известной книжке Кострикина. В 1799 году Галл в своей докторской диссертации доказывает основную теорему алгебры по-новому. При этом он критически анализирует все предыдущие доказательства и приходит к тому выводу, что фактически до него эта теорема так и не была доказана, что на самом деле неправильно. В 1814 году французский математик Жан-Робер Арган в своем мемуаре «Опыт некоторых представлений немых величин» существенно упрощает доказательства Элломбера и приводит его в современный вид. Он там приводит так называемый Лемон-Элломбера, который сейчас входит во все курсы высшей алгебры. Также можно сказать, что в этом же мемуаре Жан-Робер Арган дал одно из первых геометрических представлений комплексных чисел. Интересно отметить, что даже в наше время проводятся исследования по, казалось бы, такой классической теме, как обобщение формулы Кардана, теми, связанные с обобщениями классических результатов. О некоторых из них, я думаю, имеет смысл рассказать. На этом слайде я напоминаю, как выводится формула для решения кубических уравнений на основе «тожество 1». «тожество 1» на самом деле имеет обобщение на расширение на более высокие степени, как указано на этом слайде. Например, третье «тожество», в данном случае это первое «тожество», можно использовать для решения так называемого уравнения Демуавра. Оно решается точно по той же схеме, что и кубическое уравнение. В данном случае, если рассуждать аналогично, можно прийти к формуле 5. Предыдущие «тожества» имеют обобщение на произвольную степень, это так называемое «тожество» Кумера. А «тожество» Кумера очень тесно связано с многочленом Чебышева, который имеет огромное значение во многих разделах математики. Многочлен Чебышева определяется с помощью равенства 2, то есть известно, что косинус альфа n — это и есть многочлен от косинуса альфа. Это как раз и есть многочлен Чебышева. С многочленом Чебышева тесно связан, от многочлен Чебышева можно перейти к так называемому модифицированному многочлену Чебышева, это 4. И вот этот так называемый модифицированный многочлен Чебышева, он по форме напоминает «тожество» Кумера. Таким образом, если сопоставлять «тожество» Кумера и многочлен один из этого слайда, то, как и в случае вывода формулы для решения кубических уравнений, мы можем получить решение в радикалах для достаточно широкого класса алгебраических уравнений. Внизу представлена статья, в которой, так сказать, эти результаты были представлены. Вот эту теорему на самом деле можно использовать для вывода достаточно интересных тригонометрических тожеств, которые также в этой статье представлены. Я не буду рассказывать, как они уводятся, я просто приведу и скажу, что с помощью вот этих соотношений можно получать достаточно серьезные равенства, такие как 3 и 4. Особенно интересны 4, это результат Эймера, это значение z-функции в точке 2. Далее я хотел перейти к работам математика XVIII века. В XVIII веке появился ряд публикаций, которые были получены принципиальные результаты, связанные с проблемой разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Но я хотел бы начать с работы графа известного математика, графа Фаньяна. Он известен прежде всего тем, что именно он впервые начал рассматривать так называемые эллиптические интегралы, и именно с его, начиная с его, мотивируясь его работами, Эймер начал также изучать эллиптические интегралы. На самом деле Эймер являлся одним из рецидентов его монографии «Математические произведения». Но в этой же монографии «Математические произведения», она была опубликована в двух томах, содержится небольшая статья, в которой дан единообразный способ для решения уравнений степени 3 и 4, ну и также 2. Этот метод как раз основывался на том, что формула для решения алгебраических уравнений выводилась на основе некоторых тождеств. На этом слайде представлен портрет Фаньяна, достаточно выдающийся, можно сказать, математик. Также представлен дом в городе Сенегалия, в котором жил Фаньян, он был недавно отреставрирован. То есть город Сенегалия достаточно такой курортный район, который расположен в средней части Италии. В своей работе Фаньяна для кубического уравнения использовал тождество, которое представлено под этим кубическим уравнением. При этом он получил окончательную формулу для решения кубических уравнений. Хочу заметить, что в данном случае член, в котором присутствует квадрат, квадрат неизвестен, он здесь присутствует. Но для уравнения четвертой степени он представил тождество, которое также представлено на слайде, но он, так сказать, свое вычисление до конца не довел в своей работе. Вот здесь представлены, так сказать, некие фрагменты из работы Фаньяна. В частности, в правой части слайда представлена страница, в которой представлено тождество, которое использовал Фаньян для решения кубических уравнений. Для уравнения четвертой степени, тем не менее, тоже можно решить с помощью тождества. Оно представлено под уравнением 1. Оно достаточно громоздкое и, рассуждая точно так же, как и при выводе формулы решения кубических уравнений, мы можем найти способ решения для уравнения четвертой степени. Это способ представлен на слайде. То есть фактически те же самые рассуждения, только с использованием тождества, представленного на слайде. Если уравнение четвертой степени отсутствует член, где неизвестно, возводится в куб, то есть второе слагаемое, то тождество из предыдущих слайдов выглядит более проще. Ну и метод, соответственно, также является более простым. То есть уравнение четвертой степени, как уравнение третьей степени, тоже можно вывести, используя некоторые тождества. Первая идея использования тождеств для вывода формул для решения уравнений алгебраических, она принадлежит графу Фаньяна. Существенный вклад в решение проблемы разрешимости в радикалах алгебраических уравнений внес Эйлер. Эйлер является, пожалуй, самым выдающимся математиком XVIII века и, пожалуй, самым гениальным математиком за всю историю математики. В свое время он написал работу по всем разделам математики и по всем разделам физики своего времени. Эйлер принадлежит две фундаментальные работы по проблеме разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Это, в первую очередь, работа, которую он опубликовал в 1733 году, предположение о виде корней уравнения любой степени. Титум и лист этой работы представлены на слайде. В этой работе он исходил из той гипотезы, что корни алгебраического общего вида 1 имеют вид, указанных в пункте 2. При этом подкоренные выражения А1 и так далее, АН-1, они все являются корнями одного и того же алгебраического уравнения Н-1. Это, на самом деле, гениальная догадка. Дело в том, что когда Н равно простому числу, действительно так. Это доказал впервые Абель. То есть Эйлер интуитивно, каким-то образом догадался до такой формы корня для общих алгебраических уравнений. Но, тем не менее, это верно в том случае, когда степень уравнения равняется простому числу. На этом слайде представлена реализация гипотезы Эйлера в случае уравнения 3, уравнения 3 степени и, соответственно, уравнения 4 степени. Разбирая, применяя свою гипотезу в случае уравнения 4 степени, Эйлер также открыл новый способ решения уравнения 4 степени. Это так называемый, хорошо известный метод Эйлера. Следующая работа, которую Эйлер опубликовал, то есть он через 30 лет вернулся к проблеме решения алгебраических уравнений в радикалах. И следующую работу он опубликовал в 1764 году. В этой работе он уже исходил из другой гипотезы о форме корня алгебраических уравнений. Это форма, представленная в виде пункта 2. Опять же он разобрал в случае уравнения 3 и 4 степени, то есть он заново их решил, исходя из этой гипотезы. Но одна из основных задач, которую пытался решить Эйлер в самом эмуаре, это задача решения в радикалах уравнения 5 степени. Конечно же, ему не удалось эту задачу решить в полной степени, поскольку уравнения 5 степени, как мы увидим, она не решается в радикалах. Но, тем не менее, он существенно продвинулся в решении этой задачи и обнаружил очень много интересных, ряд интересных классов алгебраических уравнений 5 степени, которые разрешимы в радикалах. Это, например, уравнение 1, которое нам уже встречалось, это уравнение Демуавра, и уравнение 2, которое впервые встречается в работе Эйлера. Вот здесь представлена формула для решения этих уравнений. Как мы с вами заметили, уравнение 1 решается с помощью некоторого тожества. Естественный вопрос, а нельзя ли уравнение 2 также решить с помощью некоторого тожества? Дело в том, что Эйлер в своей работе пришел к решению этих уравнений с помощью достаточно длинных выкладок. А использование некоторых тожеств, оно все-таки существенно упрощает вывод формулы для решения алгебраических уравнений. На этом складе представлен титулный лист работы Эйлера, а также то место, где он исследует вот эти выделенные классы уравнений 5 степени. Кстати, почти все работы Эйлера переведены на английский язык. Есть сайт архив Эйлера, где эти работы можно прочитать, скачать. Они все переведены и очень хорошо, так сказать, очень современно читаются. Вернемся мы ко второму уравнению, предложенному Эйлеру. Оказалось, что действительно уравнение, предложенное Эйлером, также можно решить с помощью некоторого тожества, а именно тожества 2. И опять же, повторяя те же самые рассуждения, что при решении уравнения третьей степени мы можем получить заново формулу Эйлера. Тожество 2 имеет расширение на более высокие степени, как это указано на слайде. И вообще говоря, все эти тожества, они обобщаются до тожества, которые аналогичны тожеству Кумера. Но правда, здесь надо брать нечетные степени. Например, в случае 7 мы с помощью тожества 1 можем решить уравнение 7 степени под пунктом 2. Решение, оно представлено в виде формулы под пунктом 3. В частном случае, например, мы можем решить уравнение, представленное на этом слайде. Используя теорему Виетта, мы можем получать достаточно интересные тожества тридеметрические. И опять же, как и в случае формулы Кумера, тот же степени можно использовать для решения достаточно широкого класса алгебраических уравнений 2, который решается по формуле 3. И опять же, здесь можно этот результат использовать для получения новых интересных тригонометрических тождеств. Используя теореме Виетта. В данном случае теорема Виетта используется для свободного члена. То есть мы можем получить сначала достаточно сложную формулу 1, полагая там Q равным P, мы можем получить формулу 2. Из формулы 2, полагая P равным 1, мы можем ее преобразовать в формулу 3, и затем уже в формулу 4. Форму 4, на самом деле, она известна. Но наиболее принципиальный вклад в 18 веке в развитие проблемы разрешимости алгебра, алгебраических уравнений в радикалах, сделал Лагранж. В 1770 году он опубликовал большой мемуар в 200 страниц, размышления об алгебраическом решении уравнений. В этом мемуаре он предложил использовать группу подстановок корней для исследования алгебраических уравнений. Также он ввел ряд новых, достаточно революционных идей, которые затем позволили проблему разрешимости алгебраических уравнений в радикалах во второй половине 19 века решить окончательно. И все это благодаря во многом работам Лагранжа. На данном слайде представлен титульный лист работы Лагранжа. Работа Лагранжа была опубликована в четырех частях. Первые две части были опубликованы в 1772 году, а через год были опубликованы две другие части. На основе Лагранжа в своей работе сначала проанализировал все имеющиеся подходы к решению уравнений второй, треть, четвертой степени. На основе проделанного анализа он пришел к такому выводу, что для уравнения степень, которая не превосходит 4, существует функция корней, которая удовлетворяет уравнению меньших степеней. Причем корни исходного уравнения можно и несложно выразить через эти рациональные функции корней. Также на основе большого эмпирического материала он пришел к выводу, что такие рациональные функции корней не существуют для уравнения пятой степени. Вот это его предположение было доказано впоследствии Руфини и Каши. Впервые тот факт, что уравнение пятой степени нельзя разрешить, общее уравнение пятой степени нельзя разрешить в радикалах, было доказано Руфини, правда, с некоторыми пробелами. В 1798 году Руфини отказался принять гражданскую присягу на верность новой республике, которая образовалась после завоевания Наполеоном Италии, и он был отстранен от должности, ввиду чего у него появилось достаточно много времени на математику. И в этот период он публикует основные свои работы, связанные с доказательством о неразрешимости уравнений пятой степени в радикалах. Он привел три доказательства, каждый раз пытаясь устранить тот пробел, о котором я расскажу чуть позже. И в 1813 году ему удалось получить фактически идеальные доказательства, которые сейчас входят во все учебники по теории ГУА. На этом слайде представлен титульный лист работы Руфини. Это 500-страничный трактат, в котором он впервые доказывает о невозможности разрешимости уравнений пятой степени в радикалах. Интересно проследить отношение современников к работе Руфини. Дело в том, что Руфини в 1801 году отправил копию своей работы Лагранж, но не получил от него ответа. После этого он два раза с ним пытался связаться, но так и не получил. То есть фактически Лагранж проигнорировал его письма. В 1808 году Руфини попросил французскую академию наук оценить его работы. Была создана комиссия, в которую входил Лагранж Лежандер и Делакура. Но эта комиссия так и не пришла к окончательному выводу. Как оказалось, потом Лагранж высоко оценил работы Руфини, но не осмелился дать положительного отзыва, поскольку математики того времени не были готовы к столь радикальным фактам, как к такому факту, что общее алгебраическое уравнение неразрешимо в радикалах. Многие математики того времени считали, что это все-таки возможно. В том числе Николай Чабачевский считал, что это возможно. Но тем не менее, как это ни странно, примерно за 6 месяцев до смерти Руфини Каши написал письмо Руфини, в котором он очень высоко оценил его работы. Дело в том, что Каши, как правило, очень прохватно относился к чужим работам, как показывают многие факты, но в данном случае это действительно удивительный факт. Но это объясняется еще тем фактом, что сам Каши занимался этой проблемой, и эта проблема ему была очень близка. Далее я перехожу к выдающемуся и гениальному математику Нинсу Хенрику Абелю, который дал полное доказательство того факта, что общее уравнение, степень которого больше 4 неразрешима в радикалах, и который существенно продвинулся в решении, почти, можно даже сказать, решил проблему неразрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Известно, и это можно прочитать в книжке Метаклифлера, что впервые Абель познакомился с проблемой стерео-алгебраических уравнений по книжке Эйлера, и тем самым это, возможно, определило его методы решения проблемы о неразрешимости алгебраических уравнений в радикалах. То есть он сначала изучил работу Эйлера, а потом уже изучал работу Гаусса, Лагранжа и других классических авторов. Когда Абель учился еще в школе, известно, что он, как ему казалось, доказал возможность решения алгебраических уравнений в радикалах. Но он быстро нашел свою ошибку. Эта работа была отправлена тогда еще ведущему математику из Копенгагена Дегену. Он тоже не нашел ошибок в работе Абель, но порекомендовал Абелю заняться более перспективными задачами, такими, как, например, эллиптические интегралы. Абель быстро находит ошибку в своей работе, и в 1824 году он публикует мемуар за свой счет, где доказывает невозможность решения алгебраических уравнений в радикалах. Он ее публикует на французском языке с той целью, чтобы в дальнейшем познакомить с этой работой ведущих математиков Европы. В 1825 году Абель предпринимает большое путешествие по Европе. Он получает стипендии от своего родного университета. Сначала он едет в Берлин, где знакомится с Августом Леопольдом Крыле, который в то время основывает свой известный журнал Крыле. Абель принимает самое непосредственное участие в создании этого журнала. В первом номере этого журнала он публикует шесть статей, в том числе и статью, где он дает полное доказательство того факта, что уравнение пятой степени неразрешимо в радикалах, без каких-либо пробелов. Далее он едет в Париж, где знакомится с Лежандром, который является крупнейшим специалистом, полиптическим интегралом того времени. Когда Абель возвращается в свой родной город, в христианию, он остается фактически без средств существования, вследствие чего он подрывает здоровье, заболевает туберкулезом и умирает 16 апреля 1829 года. Здесь представлены книги, по которым можно познакомиться с биографией этого выдающегося математика. Особенно можно рекомендовать книжку мета Клиффлера, Ниц Хенрих Абель, в котором достаточно эмоционально описана его биография. На этом слайде представлен мемуар, который Абель опубликовал за свой счет. На этом слайде представлена статья, в которой впервые было достаточно полное и подробно изложено доказательство того факта, что уравнение пятой степени «выше неразрешимых в радикалах». Это тот самый мемуар, который был опубликован в первом номере журнала «Крылья». При доказательстве того факта, что общее алгебраическое уравнение степени выше четырех неразрешимых в радикалах, Абель исходил из следующего представления корней этого уравнения, которое как раз совпадает с тем представлением, которое в свое время совпадает с тем представлением, которое в свое время предложил Эйлер. И при этом Абель доказал, что все радикалы, входящие в выражение один, рационально выражаются через корни исходного уравнения. Это как раз и есть тот пробел, который был у Руфини. Руфини предполагал это очевидным и использовал это без какого-либо обоснования. На этом слайде представлена, пожалуй, одна из основных работ Абеля по алгебраическим уравнениям разрешимых в радикалах. Она осталась, к сожалению, не опубликованной. Он ее писал буквально за несколько месяцев до смерти. В этой работе он ставил следующей задачей. В частности, интересная задача. Выяснить, является ли заданное уравнение алгебраически разрешимым. То есть разрешимо ли оно в радикалах. В одном из писем Крилле он пишет, что он задачу решил. Но после смерти Абеля в его бумагах не нашли решение этой задачи. Но, скорее всего, он просто знал, как она решается, но не успел все это хорошо оформить. Здесь я привел некоторые интересные теоремы из этой неопубликованной, незавершенной Абелем работы. В частности, мы видим, что в данном случае Абель доказал гипотезу Эллера 1933 года. То, что Эллер предполагал, то есть предположение Эллера о форме корня алгебраических уравнений, в данном случае подтверждается в случае, когда алгебраическое уравнение имеет простую степень. То есть это гениальная догадка. Эллер действительно подтвердилась для уравнений простых степеней, в частности для уравнений пятой степени. Что касается уравнений пятой степени, то Абель фактически построил исчерпывающую теорию для уравнения пятых степеней, которые разрешимы в радикалах. Он очень далеко продвинулся, и фактически теория была уже завершена им. И, наконец, я перехожу к выдающемуся гениальному математику Эваристу Гоуа, который окончательно решил проблему разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Я хотел бы отметить, что в данном случае Гоуа впервые познакомился с этой проблемой, с теорией алгебраических уравнений по работам Лагранжа. Об этом свидетельствуют воспоминания товарищей, которые с ним учились. И это определило его подход к решению этой проблемы. У Гоуа была очень короткая, но и очень в то же время бурная жизнь. Вот уже через три года после того, как он познакомился с работой Лагранжа, он эту проблему разрешимости алгебраических уравнений уже ее решил в 1929 году и отправил соответствующий мемуар в Парижскую академию наук. Этот мемуар попал Каши, но Каши, к сожалению, потерял в своих бумагах эту работу. На самом деле, в течение всей жизни, к сожалению, Гоуа преследует несчастье. Вот он два раза пытался поступить в политехническую школу, но ни разу ему этого не удалось. В 1829 году он поступает в нормальную школу, которая по уровню была существенно ниже политехнической школы. В 1830 году Гоуа вновь представляет свою работу в Академии наук основную. Она в данном случае отправлена в Фурье, Фурье умирает, и в бумагах Фурье эта работа не была найдена. Декабре в конце 1830 года Гоуа был исключен из нормальной школы за конфликтом с директором этой школы. И, наконец, в январе 1831 года Гоуа третий раз представляет в Академию наук свой мемуар. В данном случае уже с пометкой, что хотя бы эту работу прочли. К просьбе Гоуа отнеслись с пониманием, и эта работа была отправлена по Уассону и Укура, но через 4 месяца она была возвращена Гоуа, возвращена как непонятную, то есть ни в ней не смогли разобраться. После всех этих неудач Гоуа полностью ударяется в политику. Он два раза сидел в тюрьме, один раз в месяц, второй раз уже 9 месяцев. После выхода второй раз из тюрьмы он буквально через месяц у него состоялась дуэль, на которую он был смертельно ранен, и через день он умирает. Родственники Гоуа считали, что эта дуэль была подстроена полицией. Хотя есть разные мнения, здесь я могу в последующем порекомендую литературу, где можно более подробно изучить биографию Гоуа. Но работы Гоуа не были потеряны во многом благодаря его другу Агюсту Шевале. В 1866 году Леуевиль опубликовал работы Гоуа в известных журналах, они стали общеизвестны. Энрико Бетти опубликовал три статьи, в которых привел без доказательств много результатов, которые в свое время привел Гоуа в своих работах, и которых он не успел по понятным причинам доказать или дописать. Ну и наконец, в 1870 году была опубликована 700-страничная монография Жордана, в котором излагалась теория Гоуа, и по которой изучали теорию Гоуа многие выдающиеся математики, в том числе Феликс Клейн и Софус Ли. Здесь представлена основная литература на русском языке, по которой можно достаточно подробно ознакомиться с жизнью этого гениального математика. Основные достижения Гоуа в математике, в данном случае в алгебре, они заключаются в следующем. Он фактически заложил основу теории групп. Если читать работу Гоуа, складывается ощущение, что читаешь какую-то современную книжку по алгебре. То есть у него уже изложение было вполне современным. Он ввел основные понятия теории групп, такие как левый, правый, смешанный класс, нормальный подгруппы. Получил глубокие результаты по простым группам, разрешимым группам. Причем эти результаты, которые получил Гоуа в современных книгах по теории Гоуа, они излагаются где-то уже в конце. То есть для того, чтобы их доказать, надо много что-то перед этим тоже доказать. Также он заложил основу теории полей, построил исчерпывающую теорию конечных полей. И, конечно, он является создателем теории Гоуа, теории, которая дает окончательный ответ на проблему разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Здесь представлен рукописный вариант той самой рукописи, страница из этой рукописи, в которой он три раза пытался подать в Парижскую Академию наук. И вот в верхней в правой части это предложение один, это первое историческое первое определение группы Гоуа. На данном слайде представлен перевод этого предложения, в котором дается определение группы Гоуа. То есть группа Гоуа определяет следующим образом. Она стоит из всевозможных подстановков корней, по действиям которых в которых соотношение между корнями переходит в соотношение между корнями. На этом слайде представлен дан критерий разрешенности алгебраических уравнений в радикалах. То, как оно содержится в работе Гоуа. На этом слайде представлен результат Гоуа, который он считал одним из основных своих выводов основных выводов своей теории, а именно критерий разрешимости алгебраических уравнений простых степеней. Этот же результат был получен Абелем, но уже Абель шел своим путем. Я напомню, что Абель шел по тому же самому пути, что в свое время предложил Эйлер, а именно конструктивным путем. То есть Абель исходил из конкретной формы иррациональной формы решения алгебраических уравнений. Он глубоко изучил эти иррациональности, классифицировал, и на этом пути он получил очень много глубоких результатов, которые, так сказать, сейчас доказываются только с помощью, как правило, теории Гоула. Но у Абеля был свой подход. Ну и, конечно, я в своем докладе не могу не упомянуть Николая Григорьевича Батарева, который в теории Гоула получил ряд первоклассных основополагающих результатов, в том числе теорем плотности, который является одним из центральных результатов современной теории алгебрающих чисел, из которой следует и высший закон взаимности, и теорема деревьев и хлея простых чисел в геометрической прогрессии. То есть этот результат считается центральным, одним из центральных результатов современной алгебрающих теории чисел, который является, естественно, продолжением теории Гоула. Также стоит отметить, что в казанский период Николай Григорьевич Иртарев у нас в Казани написал ряд монографий по теории Гоула, по алгебраической теории чисел, по теории алгебраических функций. И до сегодняшнего дня изложение, которое представлено в книжках Николая Григорьевича Иртарева, считается одним из лучших изложений теории Гоула. у меня все. Большое спасибо за внимание. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...